Сегодня на библейском портале Экзогет, отталкиваясь от двух текстов из Священного Писания, это книга «Бытия, 29-11» и Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих, мы зададимся следующим вопросом. Бывают ли безобидными ласки, поцелуи и прикосновения? И давайте прочитаем первый текст, это книга «Бытия, 29 глава, 11 стих». И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. Теперь Евангелие от Матфея, 5, 28. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Следовательно, похотливые поцелуи и подобные им вещи, тем более, являются движением к смертным грехам. В случае с Иаковом он приветствует Рахиль поцелуем, как ее родственник. С другой стороны, он пришел в эту землю для того, чтобы найти для себя невесту. И здесь в каждом случае он как бы действует в соответствии с заповедью. То, что мы должны по-особенному относиться к родственникам, об этом в Писании сказано неоднократно. То, что мы должны искать для себя брака, об этом тоже в Писании говорится неоднократно. И это как бы исполнение воли Бога. Но если человек допускает какие-то внешне безобидные ласки, поцелуи, прикосновения, и он знает, что это связано не с желанием, там, утешить кого-то, поддержать, ободрить, а это движение, вызванное похотью, то это очень опасно. Кто-то смотрит с вожделением, а кто-то с вожделением кому-то прикасается. И вот высказывание священномученика Киприана Карфагенского. «Их вкрадчивые речи, их ласки, их объятия, погружающие, общающихся с ними в тот сон, в котором не ведают ни чести, ни стыда, свидетельствуют об их позоре и злодеянии». То есть, с одной стороны, какие-то прикосновения, они могут выражать добрые отношения, но когда это делается из вожделения, это может расположить человека к человеку, девицу к юноше, но если все это кончается не брачными узами, а блудом и распутством – это, конечно, недопустимо. Однако, поцелуи, прикосновения и подобные вещи могут быть совершенно безгрешны. Во-первых, поцелуи, ласки или прикосновения, они по своей природе не подразумевают смертного греха, поскольку подобные вещи можно делать без удовольствия похоти, либо потому, что это является народным обычаем, либо в связи с каким-то обстоятельством или разумной причиной. Действительно, ты подходишь, чтобы утешить человека, хочешь принять какое-то участие в его беде, и тут ничего плохого нет. Или муж общается с женой. Тут тоже нет каких-то там таких тем запретных, в смысле там поцелуев, прикосновений и так далее. Первое послание Петра, 5 глава, 14 стих, сказано «Приветствуйте друг друга лапзанием любви, мир вам всем, во Христе Иисусе, аминь». То есть ничего предосудительного с точки зрения морали, в лапзаниях любви нету, когда один христианин приветствует другого. Сейчас, конечно, из-за этих эпидемий мы потеряли такую возможность. В книге «Бытия» 26.8 рассказывается о том, как муж на еврейском, библейском языке, тут стоит слово «мацехек», как бы играет с женою. Я прочитаю. «Но когда уже много времени он там прожил, имеется в виду Исаак, среди филистимлян, Авемелех, царь филистимский, посмотрел в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей». Слово, которое у нас как играет, на самом деле это «мацехек», оно имеет несколько смыслов, и в том числе какие-то ласки, недопустимые, если речь идет о недопустимых половых отношениях, а для мужа и жены вполне допустимые. Или, например, родители и дети, они могут поцеловать ребенка, как-то приободрить его каким-то движением. В книге «Притч» 5 глава 18-20 стих не обнаруживается ничего предосудительного в наслаждении телом собственной жены, предосудительное в чужой женщине, которая недопустима. «Источник твой, да будь благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серною, груди ее, да упоевают тебя во всякое время». То есть муж наслаждается грудями своей жены. «Любовью ее услаждайся постоянно». То есть ее объятиями, там, поцелуями. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» Действительно, если есть жена, то ласки, какие-то такие действия по отношению к чужой женщине, они еще больше усугубляются. Далее. Что-либо можно считать смертным грехом прежде всего со стороны намерения. А с каким намерением ты подошел, взял человека там за руку, похлопал по плечу. Если ты видишь растерянность человека, хочешь его как-то успокоить, поддержать, ну да, можно взять за руку. Если ты видишь трагедию этого человека, ты можешь его обнять. Но в каждом таком случае очень важно намерение. А для чего ты это делаешь? Так, например, творящая милостыню ради распространения своих заблуждений творит смертный грех, потому что его намерение не соответствует правде Божией. Хотя это благотворительность внешне. И во втором послании Иоанна, первая глава, 10-11 стих, сказано, как относиться к таким доброжелателям. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Кстати, приветствие среди еврейского народа, это было и приветствие словесное, и оно имело выражение во внешних действиях, даже в поцелуях. Ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Таким образом, когда целью этих поцелуев, ласк, прикосновений является только удовольствие, они, суть, как бы подводящие нас к смертному греху. И в таком случае их можно назвать похотливыми. Следовательно, они являются смертными грехами в той мере, в какой они похотливы. А не в той, в какой они являются проявлением законной любви и законного внимания. мужа к жене, жены к мужу, детей к родителям, родителей к детям. И так далее. То есть, одни и те же действия в одном случае допустимы, в другом категорически нет. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели еще один момент, сложный момент из библейского откровения. Подписывайтесь на библейский портал Акзагет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.